Здарова всем ребят, стараюсь ролик делать недолгим, решил перезаписать все, что говорил только что, короче, рассказываю по второму кругу. Первое, я хочу начать с объявления. Дело в том, что за последние дни я часто слышал там упреки в адрес модов, модпаков, но там в основном было такое, что вот тут чуть-чуть не нравится, тут давай переделаем, вот. А я не мог даже выпустить, хотя нужно было, микропатчи были, и уже XVM обновился, уже нужно, но я моды разобрал, модпак разобрал, прям вот на маленькие кусочки, его назад так не собирается. Вот, связано это было с тем, что по моду звуков было много предложений, как его улучшить, и мы решили его улучшить, там были косячки какие-то с некоторыми озвучками, людей что-то как-то не устраивало, а я же не могу так, мне хочется до идеала практически довести. И в общем, вот мы все раздербанили, обратно никак не собрать, и вот сегодня я выложил на Boosty первую версию, она скорее всего баги содержит, хотя я сегодня на стриме с этой версией катал, ни одного бага не поймал, но тем не менее. Вероятнее всего 27 декабря будет такой маленький подарочек для вас всех, то есть на сайте ProTank TV зайдете, обязательно обновитесь, я там много чего переделал, будет значительно лучше и удобнее, особенно если вы пользуетесь активным модом озвучки или с XVM катаете, это прям вам must have обновиться. Но вы увидите нотификацию в ангаре, скорее всего, что вот баг готов, а так, если на ProTank TV 27 заходите, забирайте. Второй момент, я его вынес в название ролика, и в принципе он получился немножко таким вот, ну, громким, хайповым, да, что, мол, секретный лот разблокирован, ну, плюс-минус я это и пытался до вас донести, когда недели две назад у меня была реклама вот карты мира танков, да, что у разработчиков время от времени будут появляться уникальные предложения, доступные только тем, кто обладает этой картой мира танков, да. Соответственно, я, честно говоря, думал, что это будет выглядеть как какой-то секрет, что вот у вас есть карта, и вам на почту приходит, типа, парень, есть для тебя кое-что интересненькое, но Листа решила все-таки сделать это громко. Они практически заорали, у кого есть карта, вам доступна премиумная ПТ-шка, эксклюзивно, ИСУ-122С за 39 рублей, или 1 рубль 35 копеек белорусских. Кроме того, вы можете зайти в премиум магазин и купить праздничные контейнеры всего за 195 рублей 10 штук, это получается по 19,5 рублей за штучку. Или 6 рублей 75 копеек в белорусских деньгах. Я, кстати, не знаю, правильно я называю там, в Беларуси напишите, кто в Беларуси, у вас копейки или... Ну, рубли-то я точно знаю, а вот дальше более мелкие, это копейки или нет. Короче, кто заказывал карту по моей рекламной ссылке, скорее всего, ее уже получили, ребят, ну, воспользуйтесь. За 39 рублей премтанчик, пусть и седьмого уровня, по-моему, нормально. А уж коробки-то взять 10 штук. Блин, 10 штук за 195 рубчиков. Ну, это тут прям, как говорится, грех было бы не взять. Ну, в общем, вы поняли. Принимайте решение сами, надеюсь, что... А, кстати, вам с этого еще 5% голдбека вернется. Вы же в премиум магазине делаете покупку. Короче, ну, поздравляю тех, кто меня поддержал в этой рекламной акции. Ну, а теперь вы пожинаете плоды и сливки. Для тех, кто в будущем захочет там, ну, сомневаться, я фигни не рекламирую. Ладно, сейчас рекламку вставлю. Напишите потом в комментариях, что она не к месту. Ну, а что, тоже карта, ну, тоже с плюшками. Правда, и так, кстати, там тоже, видели в конце, там тоже розыгрыши для обладателей этой карты. Ладно. Просто так совпало, ребят. Я не планировал, честно. Я сам смеюсь от этого. В общем, сегодня у Лесты вышла еще одна новость. Помните про коллаборацию с Арией? Мы все думали, гадали, будет, не будет, будет, не будет. Будет, короче, уже даже есть интересные инсайдики по скриншотам. Вот, смотрите. То есть, нас с вами ждет новый премиум танк. Это танк с двумя, ну, двухстволка. При этом это не простая двухстволка. Если вы присмотритесь, то это 100-мм орудие. Это тот танк, о котором я вам совсем недавно рассказывал. И который на супертестах показал себя лютейший им бой лучше, чем со 122-мм орудием. С уникальным 3D стилем и уникальной озвучкой в начале и в конце боя для него. Ну, и, конечно же, члены экипажа. Два командира. Один из них будет Жорик. Ну, а всего шесть членов экипажа из группы Ария. И 2D стиль. Вот такой вот 2D стиль. Ну, поклонники группы Ария наверняка увидят здесь отсылки к легендарным песням. Ну, и он сам по себе достаточно красивый. Я все детство и юношество прослушал группу Ария. Я до сих пор многие их песни знаю наизусть. Мне подобная коллаборация крайне приятна. И теперь, ребят, попрошу вашего внимания на скриншоты с ангара к заезду группы Ария. Вы же видите, что это новогодний ангар. Тот, который сейчас у нас есть в игре. Видно, что приехал там автобус с группы Ария. Там вон у Василисы флаг группы Ария. Справа мы видим ледяную скульптуру, а внизу химеру. Короче, ребят, я не думаю, что это будет прямо сейчас вот на Новый год. Но, как это было с осенним ангаром, да, где танк на плацу стоял, скорее всего, это будет зимой. То есть уже сразу после Нового года будет у нас новый старый ангар. То есть новогодний ангар плавно перейдет в ангар с коллабой группы Ария. Напишите, ребят, в комментариях, являетесь ли вы поклонниками творчества группы Ария. Мне, кстати, не нравится слово фанаты. Фанаты, они обычно, ну, такие фанатичные, что ли. Слабо, ну, не, не способные к критическому мышлению, да. Ну и понятное дело, что это лишь предварительный слив и какую-то конкретику по всем вот этим вот движухам с группы Ария мы узнаем позже. Я, ну, уже не первый год, как бы, вижу то, чем занимается Леста и отметил для себя одну интересную тенденцию. Они никогда не делают каких-то громких обещаний или не говорят что-либо в лоб. Намеки, пасхалочки. И в связи с этим я планирую еще раз обратить свой взор к новогоднему ролику. Ну, таким вот, короткому, который был выпущен недавно. Есть у меня подозрение, что там много пасхалок на 2024 год. Пока-пока. Пока.